Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём» в студии Рената Булхаиров. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольска и региона на этот час. За прошедшие сутки в Тюменской области выявлено 112 новых случаев заболевания коронавирусом. Департамент здравоохранения дал инструкцию, что делать, если появилось подозрение на ОРВИ. Нужно лечь в постель, пить побольше жидкости и вызвать врача надо. То есть само лечение не приветствовалось никогда. И то, что касается эпидемиологической ситуации сегодня, противовирусная терапия, которая может быть назначена в данном случае, она абсолютно одинакова для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и для пациентов с неподвижденной коронавирусной инфекцией. То есть противовирусные препараты стартовые назначаются абсолютно одинаковые, и тактика терапии не отличается. Людям старше 65 лет сейчас лучше оставаться дома и максимально ограничить посещение общественных мест. Многие пенсионеры прислушиваются к советам и с интересом проводят домашний досуг. Как у них это получается, узнал Шамиль Гулеев. Настя, привет! Привет, бабушка! Как у тебя дела? Нормально. Душевные разговоры с внуками у Раисы Ракетской теперь онлайн. Пенсионерка добросовестно сидит дома и на улицу выходит редко. Когда началась самоизоляция, у Раисы Петровны домашний хлопот меньше не стало. Первым делом она взялась за генеральную уборку. Я перестирала все шторы, я почистила все буквально шкафы и перебрала все, что нужно и что не нужно. Ни скучно, ни грустно мне не было во время самоизоляции. Одиночество я не ощущала. Почему-то у меня нет свободного времени. Каждый день у Раисы Ракетской расписан по минутам. Свой домашний досуг она начинает с утренней гимнастики по видеоурокам. Потом делает заготовки для любимых внуков, ухаживает за кошкой и цветами. А после общается с друзьями в интернете. Всем передает привет, читает новости и даже пишет небольшие заметки. Необходимые же покупки тоже делает онлайн. Я давно не хожу в магазины, вот как таковые, чтобы там что-то покупать. Я покупаю себе одежду, обувь, что-то для дома, для ванной, ну даже косметику. С интернетом сдружился и пенсионер Александр Южаков. Общение с друзьями тоже через социальные сети. Там же переписывается и с волонтерами. Если необходима какая-то помощь, он пишет в контакте мне личные сообщения. Например, прийти волонтеру в понедельник девочке, погладить белье. Вот, или прийти в воскресенье. Такое-то время, например, 12 часов, помочь мне помыться. В период обязательной самоизоляции в Тобольске по программе «Мы вместе» 250 волонтеров выполнили более 3000 заявок от пожилых и маломобильных граждан. За Александром Южаковым волонтеры-медики ухаживают более 10 лет. Он даже написал благодарственные слова не только волонтерам-медикам, но и воспитанникам семинарии и иконописной школы. Ведь они тоже помогают пенсионеру. Мальчики каждый вечер приезжают, помогают устраиваться ко сну. Каждую неделю помогают принимать ванны. А девочки раз в две недели помогают гладить белье. Сейчас пенсионеры нуждаются в еще большем внимании. Ведь с ростом количества заболевших коронавирусом, каждого из них просят остаться дома, не рисковать своим здоровьем, а найти занятия по душе и погрузиться в домашние дела. Шамиль Гулий, Ферослав Прохоров. Тобольское время. В Тобольске прошла всероссийская акция «Тест на ВИЧ-экспедиция». Желающие бесплатно смогли пройти анонимное экспресс-тестирование на опасную инфекцию, получить результат в течение нескольких минут, а также получить консультацию по любым вопросам, связанным с профилактикой ВИЧ и СПИДа. Ничего зазорного в этом нет. Каждый из нас ответственен не только за свое здоровье и жизнь, но и здоровье и жизнь окружающих твоих людей, близких. Акция направлена на информирование граждан по теме ВИЧ-спида, снижение сигматизации и дискриминации ВИЧ-положительных граждан и также мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. В этом году акция проходит в 45 регионах, в 216 городах. Длится процедура не больше 10 минут. В случае выявления положительного статуса пациента направляют на дообследование в медучреждение. В Тобольске в этом году началась реконструкция сквера имени Александра Михайлова, расположенного напротив ПТП. Сделать из заросшей местности современный парк взялся за строящих жилого комплекса «Мой квартал». В скором времени этот сквер станет еще одним местом притяжения горожан. Подробнее в нашем следующем сюжете. Сквер имени Александра Михайлова заметно преобразился. За два месяца строители среди берез проложили пешеходные и велосипедные дорожки. Причем не только там, где проходила народная тропа. Начали устанавливать опоры освещения. Уже есть лавочки. Через некоторое время появится и мостик. Работы, намеченные на этот год, идут к завершению. Это дорожки, брусчатку. Брусчатка сейчас просто просыпается песком, чтобы она долго держалась. Установить все фонарные столбы, подключить их, чтобы парк уже к осени, к поздней, к зиме, он был уже светлым. Можно спокойно и безопасно по нему гулять. А также установить все скамейки и установить садовые парковые качели. Строители сохранили естественный рельеф и растущие на территории деревья. Сквер станет новым местом отдыха под открытым небом. В следующем году появятся малые архитектурные формы. Обустроят площадку для занятий воркаутом. Реконструкция сквера Михайлова – подарок городу от застройщика современного жилого комплекса «Мой квартал». Уже сейчас просматриваются черты будущего современного дома, который определенно станет украшением нашего города. В доме представлены квартиры евроформата. Это дополнительная комната в каждой квартире и просторная кухня-гостиная. А также в квартирах имеются теплые лоджии. На первом этаже каждой из секций располагается вместительная колясочная, в которой жильцы могут располагать свои коляски, самокаты, велики. Подобного жилого комплекса в Тобольске нет. Свободный от парковок двор, обеспечение безопасности с помощью современной системы видеонаблюдения. И, конечно, вид на Кремль. Подчеркивают уникальность проекта. Первый из трех домов жилого комплекса «Мой квартал» будет сдан в 2021 году. Тогда же и завершатся работы по обустройству сквера Михайлова. Юлия Савиных, Елена Макова, Рустам Рузеев. Тобольское время. В идеале каждый двор должен быть уютным. В Тобольске реализовали первый этап муниципального гранта. Силами волонтеров, школьников и неравнодушных жителей на пустыре около школы номер 9 высадили яблонь и черемуху. Летом общественная организация «Открытие» во главе с председателем Координационного совета Павлом Павловичем Зайцевым поддержала нашу инициативу по благоустройству дворов города Тобольска. Проект «Время созидателей». И вот этот вот участок четвертого микрорайона выбран для реализации гранта. Это все-таки наш микрорайон, это наша природа, за которой мы должны смотреть, это наша экология. Все-таки и детки вырастут, это тоже нужно, та же самая окружающая среда. В ноябре здесь будут установлены лавочки и урны. Всего в рамках реализации проекта будет благоустроено 9 Тобольских дворов. Установлено более 30 малых архитектурных форм и проведено озеленение. Река Тобол попала в программу исследования Русского географического общества. Ему в этом году исполнилось 175 лет. Сегодня команда РГО – это более 23 тысяч человек и тысячи исследованных белых пятен на картах. Тобол – одна из них. Об исследовании и исследователях Анастасия Плюснина. Уже 16 лет ежегодно члены российского географического общества погружаются в реку Тобол. Влад Дербышев каждый раз пополняет экспонатами свой музей, экспедиций и путешествий. Ну вот, в принципе, вот здесь вот можем видеть образцы древних животных. Животных – это такие, как шотистый носорог, древний бизон, мамонт. Эти все животные жили вот как раз на этой территории. А также зубы акул. На этих территориях водилось более 20 видов этих морских хищников. Река размыла землю до того уровня, где начинается морское дно. Раньше Урал был морем. Потом уже образовались и горы. И можно теперь на вершине горных хребтов найти окаменелые раковины. В этот раз на реку Тобол на окраину Кургана вместе с исследователями отправится и Тоболячка. Евгения сейчас живет в Екатеринбурге. И Влад буквально заразил ее своей любовью к природе и риску. Женя уже покорила Эльбрус и уверена, что это только начало. Это очень такой эмоциональный подъем был, потому что было и тяжело одновременно. И было много стресса в процессе. Но погода была очень хорошая. Нам повезло с погодой безумно. И мы все-таки поднялись туда наверх. Русское географическое общество – одно из старейших географических обществ в мире. Отмечает в этом году 175-летний юбилей. Подарком для самих исследователей и для страны стали новые открытия. Влад вместе с другими путешественниками в сентябре побывал в местах Нарада-Итинского кряжа. Покорил безымянные вершины и дал им имена. Например, Дикий Север и Гора Юбилейная. Встретились с путешественником и нетронутые озера. Невероятно красивые места планеты, где еще не ступала нога человека. Их больше, чем кажется. Анастасия Плюснина. Тобольское время. Далее о погоде. Спонсор прогноза – выставка продажа индийских товаров. Ярмарка идет до 11 октября в торгово-развлекательном центре Рио. С 25 сентября по 11 октября. Продажа индийских товаров. Чай, рис, платки, восточные сладости, сумки и многое другое. В ТРЦ Рио. Зона вузов 4. О том, какие события будут происходить в Тобольске дальше, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днем». Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. Хороших выходных и до встречи. В выходные в Тобольске переменная облачность, дождь. В субботу днем плюс 8-10 градусов. В воскресенье дует 11 тепла. Ночью средняя температура воздуха составит 6-8 градусов тепла. Ветер юго-западный дует со скоростью 2-3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова